всем привет дорогие друзья из солнечного опьёна наступило ранее утро вчера мы очень устали вечером только съездили в гости брату айхана а сегодня мы вместе с вами отправляемся в анкару кто не смотрел наше предыдущие видео с фабрики где производят розовое масло обязательно посмотрите это что-то невероятное ну и конечно же спасибо всем тем кто нас поддерживает и если вы считаете что мы делаем что-то интересное и полезное можете угостить нас чашечкой кофе в описании к этому видео есть все ссылки также подписывайтесь на нашу группу в фейсбуке делаем всегда прямые эфиры не забывайте заходить на сайт нашей компании если вам нужна наша помощь будем рады с вами работать ну и конечно же друзья подписывайтесь на наш канал комментируйте заходите по ссылкам в описании там есть ссылки на бронирование билетов отелей и туров это уже актуально как вы видите мы находимся во фионе в отеле поэтому путешествовать уже возможно по улице и скоро будет возможно я думаю что свободно по всему миру поэтому заходите пользуйтесь ссылками со скидками ну и конечно же приезжайте сейчас я покажу вам отель в котором мы остановились мы обычно останавливаемся в городских отелях сейчас вам покажу завтрак потом как выглядит комната ну конечно же скажу сколько это стоит 7 часов утра но жизнь в городе начинается здесь рано афьон примерно по размеру и количеству населения такой же как аланья здесь порядка 300 тысяч жителей мы сейчас в самом центре города видео отсюда я уже снимала поэтому давайте сейчас пойдем в наш отель позавтракаем а предыдущие видео смотрите на смотрите на моем канале отеля у нас недорогой самый обычный городской отель ночь здесь стоит на человека 100 лир но очень чистый и очень мирова очень чистый и очень дружелюбный здесь на входе вот такая вот группа где можно посидеть и большой-большой аквариум вот такой вот золотой рыбкой загадывайте друзья желание обязательно потому что золотую рыбку не каждый день увидишь она от нас прячется но желание мы все равно загадали айхан уже завтракает и покажу сейчас что здесь что здесь подают на завтрак отель на самом деле заполнен наполовину и нам дали очень-очень классную комнату айхан гнайден на сусы афет олсан отеля венима до отель нам очень понравился особенно персонал который здесь супер супер позитивный и откликается на все просьбы покажу сейчас завтрак завтрак входит в стоимость здесь система такая шведского стола 102 вида сыра яйца огурцы помидоры есть оливки ну и конечно же вот этот вот знаменитый знаменитый афьонский хлеб который пекут с картофелем как вы видите хлеб такой желтый потому что в нем есть картофель завтрак самый простой но нам достаточно и мы сейчас быстренько покушаем и уже отправимся в ангару ну что дорогие друзья сейчас давайте покажу вам нашу комнату и как вообще выглядит отель на этажах здесь три этажа и как я уже говорила в отеле не так много постояльцев потому что насколько я знаю разрешено заселение на 50 процентов и на третьем этаже поскольку отель пустой нам дали очень хорошую комнату и как вы видите все комнаты которые пустые они открыты у нас комнат чуть чуть побольше увидите попозже а здесь вот такая вот самая обыкновенная комната с кроватью у нас надо на три человека и очень хорошие здесь ванны комнаты есть все все что необходимо очень хороший интернет и здесь же началась уже уборка комнат насколько я понимаю и наша комната она чуть чуть побольше с очень классным видом в комнате конечно же заходишь есть туалет душ здесь вентилятор мы уже выезжаем поэтому показываю вам после того как мы здесь уже пожили есть дополнительные подушки очень все чистое аккуратно мне очень понравилось кровати удобные удобные подушки были низ не из компов а такие цельные хорошие конечно же есть холодильник зеркало телевизор на общем все что необходимо и очень-очень хороший интернет и конечно же что у нас здесь с вами самое ценное это вид а здесь у нас с вами вид на центр афлена мы находимся в самом центре вот там вот расположен парк в котором мы были и я вам его показывала и если подняться выше расположен губернаторство и далее самая большая достопримечательность афьона это вот это вот гора на которую можно подняться на самый самый верх туда мы уже ходили но в следующий раз обязательно сходим еще раз вместе с вами и вот это вот улица одна из самых оживленных улиц она в конце ведет к огромному огромному торговому центру его мы вам тоже показывали все магазины в торговом центре уже открыты и город как вы видите живет своей жизнью вот привезли например в магазин фрукты и овощи очень красивый город очень интересный множество достопримечательностей потрясающее место поэтому еще раз говорю если вы здесь не были обязательно нужно приезжать а и и Продолжение следует... Продолжение следует... Друзья, мы сейчас заехали в местечко под названием Сиврихисар. Это один из небольших городков, который находится в провинции Скишхир. И этот город знаменит прежде всего тем, что считают, что Насретин Ходжа родился именно здесь. В общем, недалеко есть деревня. Несмотря на то, что история у этих мест очень бурная, здесь осталось не так много следов ее. А мы сейчас идем в шок, чтобы купить кофе и всякие разные фруктики. В общем, заехали по дороге в Анкару. Какая живописная дорога в Анкару идет, вы уже видели. В общем, красота. Друзья, лайфхак для вас. Кофе стоит 3,5 лири, а на заправке стоит 7. Поэтому покупайте всякие разные вкусняшки в магазинах. Севрихисар в переводе означает остроконечный зубчатый замок. И, как я вам уже говорила, я здесь никогда не была, но было интересно заехать в этот городок. И то, что касается истории этого города, то Севрихисар находился под владычеством сельджуков, османов. И он не похож на обычный провинциальный городок. Здесь есть грандиозная мечеть Улу Джами, построенная в 1274 году. И также в 14 километрах в деревне Хорту, ныне Насретин Ходжа, находится дом, как я уже говорила, где якобы в 1208 году родился фольклорный герой Насретин Ходжа. Я думаю, что многие знают этого фольклорного героя, потому что даже у нас в детстве была книжка с разными его притчами. И сейчас перечитываю эту книжку, и она у меня до сих пор осталась. И, конечно же, понимаю всю мудрость этих притч. Напишите обязательно в комментариях, знаете ли вы, кто такой Насретин Ходжа, и читали ли вы его притчи. Ну, а мы едем дальше в Анкару. До Анкары 120 километров осталось. И вот он, главный герой этого города, Насретин Ходжа на своем осле. От Сиври Хесара до Анкары ведет вот такая вот дорога. Дорога новая. И когда мы путешествуем по Турции, я вам всегда показываю дороги, потому что действительно дороги в Турции замечательные. И даже в самих маленьких деревнях есть хорошие асфальтовые дороги. Поэтому не бойтесь путешествовать по Турции наземным транспортом, на своей машине. Это очень-очень комфортно. Все, друзья, мы в Анкаре. И, конечно же, на въезде в большой город, что нас встречает? Многоэтажные дома. Нас встречает большой город. Анкара является столицей Турции. В Анкаре проживают около, чуть больше пяти миллионов человек. И более чем половина из них это госслужащие. Потому что Анкара это административный центр Турции. А Стамбул многие из вас, конечно же, знают и были в Стамбуле. В Стамбуле проживает более 15 миллионов. И Стамбул можно назвать тоже второй столицей Турции. В Анкаре расположено большое количество государственных зданий. Анкара, как я уже сказала, такой административный центр. Офисы компаний здесь расположены. Есть исторические достопримечательности, такие как Старый город и крепость. Куда мы, возможно, с вами сходим, если будет время. Но мы там уже были. И на моем канале тоже были видео из Анкары и крепости. И Старого города. Когда мы приезжали в прошлый раз. Ну а сейчас мы едем в центр. Нам нужно завершить, точнее начать кое-какие наши дела. О них я вам расскажу чуть позже, если у нас все получится. И, возможно, ближе к вечеру погуляем с вами по городу. Посмотрим, как все пойдет. Вот так вот выглядит въезд в Анкару. Продолжение следует... Ну что, дорогие друзья, уже пол седьмого. И мы успели сделать все наши дела, которые мы планировали. И даже сделали все намного быстрее, чем планировали. В общем, возвращаемся обратно в Афьон. Планировали остаться на ночь в Анкаре, но нам это не понадобилось. Возвращаемся в Афьон. Переходим там. И завтра у нас тоже кое-какие дела. В общем, завтра потихоньку поедем в Аланье. В этот раз, поскольку уже семь вечера, никакие достопримечательности мы, к сожалению, не смогли посетить и даже не смогли сходить из мавзолея Ататюрка и не смогли сходить на крепость. Но, друзья, на моем канале есть видео, несколько видео из мавзолея Ататюрка из крепости Анкары. Поэтому в описании к этому видео я все оставлю. А сейчас возвращаемся обратно в Афьон. В общем, получилось у нас вот такое вот дорожное видео. Что интересного будет по дороге, я все сниму. И в этом видео вначале я вам показывала нашу гостиницу в Афьоне. И также в описании к этому видео смотрите видео о том, как экономить на бронировании отеля. Неважно, бронируете ли вы отели в Турции, путешествуете в Турцию или в какой-либо другой стране. Эти пять важных правил, они действенны везде. И в очередной раз одно из моих правил сработало. Расскажу, какое. Это правило действует во всех странах. Но могут отличаться цены, как отели ведут свою политику по отношению к постояльцам и так далее. Но смотрите, правило такое. Когда я смотрела на Букинги, наш отель на Букинги стоил 208 лит за человека. И у меня есть такое правило. Если я ввожу цену на Букинги, я, во-первых, проверяю цены на других сайтах. И самое главное, что я делаю, я либо звоню в отель, если он находится в Турции, и узнаю цену напрямую. Либо, если это отель за границей, я им пишу напрямую, чтобы забронировать напрямую через них. Так вот, на Букинге отель стоил 208 лит, а мы в этот отель заселились всего за 160 лит. И 50 лит сэкономили. 50 лит – такая нормальная, приличная сумма. Поэтому смотрите в описании к этому видео все мои правила, которым я следую, когда бронирую отели. И очень хорошо на этом экономим. Все, друзья, мы покидаем Анкару и отправляемся обратно во Фьон. К сожалению, не получилось здесь походить столько, сколько я хотела. Но работа не ждет, нужно ехать дальше. Но в Анкару мы обязательно, обязательно еще приедем. Дорогие друзья, вот так вот прошел наш день. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно подписывайтесь на наш канал, и вы увидите все то, что не увидите ни у кого другого. Всем всего хорошего. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова